Всем привет, доброе утро, добро пожаловать в новый влог, у нас сегодня понедельник, у нас были настолько активные выходные, но в плохом смысле этого слова, потому что в пятницу, получается, гуляла я, вернулась в 5 часов утра, мы все никак не могли наболтаться с девчонками, у нас был девичник, девичник и день рождения, потом в субботу гулял Томок с соседом, они сидели в мужской компании, а когда его нет дома, я тоже долго не сплю, не знаю, почему не могу уснуть без него, но всегда так, Томок гуляет, а не сплю я, и получается, вчера в воскресенье я снова долго сидела до ночи, кое-что доделывала там по работе, и сегодня утром я проснулась в 8 часов без будильника, схватилась, смотрю на телефон, в 8 часов утра я до сих пор сплю, такой шок, что с детьми, откуда бежать, что делать, и стоит Том и говорит, Оля, где форма для танца, в рамках школьной программы у Захарчика танцы, поэтому Томок искал чешки, все это сложно было, но просто он не знал где, потому что он впервые сам собирал детей в школу, да, я вам немножечко так говорила, но в общих чертах, да, что грядут кое-какие семейные перемены, они уже наступили, поэтому я могу немножечко поделиться. Томок решил сменить работу, и мы готовились к этому, ну, довольно долго, взвешивали все за и против, вообще где-то полгода тому назад я осознавала, что это неизбежно, потому что я видела, что человек не на своем месте, как бы не в своей тарелке, это не та компания, в которой он мог бы развиваться, делать то, что он хочет, то, что он любит, и так, как он привык. Поэтому, да, наверное, не самое лучшее время менять работу, но что поделать. Иногда у всех наступает такой пиковый момент, когда ты понимаешь, что это точка невозврата, когда нужно менять что-то в своей жизни, потому что это слишком негативно сказывается на состоянии здоровья, это слишком много времени занимает, деньги — это не все, и гораздо дороже семья, когда ты понимаешь, что у тебя просто уже не остается сил на свою вторую половинку, на детей, вообще, на то, чтобы жить, и как бы видеть какие-то краски жизни. Это не просто слова, я видела потомку, что он выжат, как лимон, и, к счастью, у меня есть он, я есть у него, и на данный момент я являюсь вот такой страховкой искать работу на похожие должности просто в другой компании. Ну, как бы без каких-то скандалов, без чего-то такого они совершенно спокойно расстаются, и если в прошлый раз это кардинально изменило нашу жизнь, вплоть до того, что он остался без машины, сейчас все не так, потому что он свою машину выкупил больше года назад, получается, у работодателя, так что машина остается у него, вот такие перемены, и, наверное, мы все где-то этого ждали, и, наверное, мы все где-то этого ждали, и не знаю, как долго это все будет продолжаться, но пока что я наслаждаюсь тем, что утром мне может тоже кто-то помочь, и иногда за меня отвезти детей. А сейчас, сейчас я немножечко подкрасилась, страшное время наступило, я должна сказать, потому что если раньше вот не выспалась, и выглядишь не очень, сейчас выспалась, и все равно что-то не так. Сейчас поеду в магазин забрать свой заказ, это вот эта паровая станция для отпаривания вещей. По вашим рекомендациям, вот больше всего девчонок рекомендовала мне марку Тефаль, поэтому я остановилась на ней, но что-то тоже, знаете, не совсем просто все, потому что раз я оформила заказ, был какой-то сбой системы, мой заказ просто не появился где-то у них там, и не был реализован, я туда дозванивалась несколько дней, потом я оформила заказ в другом месте, мне перезвонили и сказали, что у них была какая-то акция, и паровые системы вот эти закончились. Я такая, как такое возможно вообще, ну ладно, и теперь я позвонила в стационарный магазин Тефаль в Кракове, в Factory, это наш аутлет, и сказали, что у них есть самая новая модель, поэтому я уже поеду и просто сразу ее куплю, не буду ждать, что-то мне как-то так не повезло в этот раз с онлайн покупками. И также Тома позавчера, получается, купил пылесос, причем мы вообще об этом не разговаривали, и он привез, говорит, посмотри, я купил тут вообще Мерседес среди пылесосов, и нам очень-очень нравится, вы спрашивали в Инстаграме, что это такое, покажем, так что расскажу и о пылесосе, такие бытовые штучки. В общем, сегодня обо всем по чуть-чуть, обязательно оставайтесь со мной, и приятного просмотра. Я слушаю абсолютно разную музыку, сейчас у меня как-то настроение мучить альбом от Джонни, кстати, одна моя зрительница написала, что училась с ним, и что он очень приятный парень, и еще тогда в студенческие годы выступал на всех их концертах. Обалдеть, какой дождь на улице! Это одна из причин, которая заставляет меня задуматься над тем, чтобы отрастить длинные волосы, потому что когда они у меня короткие и влажность вот такая, они закручиваются как-то непонятно на голове, черти что, хоть укладывай, хоть не укладывай. Так что сейчас чаще всего хожу или с хвостиком вот так, или вообще с гулькой. И у нас снова сказали носить маски на улице, не только в помещении, а 10-го числа во всей Польше. Непонятно, сколько пользы, сколько вреда от них, но я не хочу получить штраф в размере 500 злотых, это больше 100 долларов, около 150, наверное. Поэтому хочешь не хочешь, а маску надевать надо. В Аутлете у нас всегда очень мало людей, это, конечно, плюс. Вообще здесь, как попадешь, иногда бывает что-то классное, иногда не очень. Бигстар, только что видела, Конверс и Фурла здесь есть, Эко, Бенетон, Ли, Левайс, польские марки. Но нужно рыться. О, Резерв закрыли. И еще другие магазины. Вообще у всей вот этой группы, которой принадлежит Резерв, сейчас неприятности. Зашла в Бенетон и, слушайте, это их классические шестяные свитера. Что-то я не поняла. Везде на них цена 139 злотых, а здесь написано 199, типа со скидкой. Некрасиво, некрасиво получается. Но свитерки я люблю и возьму себе темно-синие. Оля, такая Оля. Есть и Кельвин, Гэс, Пепе Джинс, очень много спортивных брендов, Рибок и все остальные. Ну а я направляюсь вот туда. Прикольно то, что в стационарном магазине можно сразу проверить, как эта штукенция работает. Даже не знала об этом. Много дошлистки нам кушу, да? Угу. Вот здесь выставочный вариант. И мне даже предложили более помятую вещь. Сразу можно посмотреть, да, а не покупать катарнышки. Не только подружки те старые, и вы. Ух ты. Пани так дочиска, так? Чи не? Нормально так, так, тоже дочиска. Ну, то есть, как жерадки. Сейчас офигеть. Но, например, если пани хочет самую пару, то тоже пани может без доски. Но это тогда быстрее, ну не? Кошула есть легче, в этот способ. Но сам рейнкав тоже пани может обложить себе до соска. До сока вам было интересно. Пресунуть тут, и эта пара всегда нам... А пани как-то регулирует температуру до материала? Мы три уставления пары. Это никакое это сотрудничество, я здесь абсолютно анонимно, так сказать. И смотрите, мне еще рассказали, что вот эту штукенцию можно забрать отдельно. И, например, там погладить сразу постель или шторы. Все что угодно. Очень легкая вещь. У меня вот дома стоит типа такой парогенератор, только Philips. И, честно говоря, он так хорошо не разглаживает. Вы сейчас сами видели, теперь возьмем домой. Ну как, я куплю его, да? И посмотрим, разгладит ли он то, что мне нужно. Ну, и еще мне предложили воспользоваться их такой специальной акцией. Я уже дома вам расскажу. Я, конечно, не собираюсь туда-сюда ездить. Мне просто нужен хороший прибор для глажки, особенно всяких хлопковых вещей, потому что замучиться можно с ними. Здесь же Томик покупал и нашу вафельницу, которая сразу и тостерница для горячих бутербродов. К сожалению, в продаже я потом уже нигде не видела. Но я думаю, что у других брендов или у того же Тефаль есть что-то тоже классное. Ну, в принципе, я ее довольна. Что нужно купила, а дождь продолжает идти. В багажник эта байда не поместилась, но я переместила ее в салон. Кстати, так приятно, мне хоть до машины помогли довезти ее на тележке. Это паровая станция. И одна моя зрительница писала мне, что есть такая акция. Я думала, что она действительно только до конца сентября. А оказывается, это до сих пор актуально. В общем, в Польше, если ты покупаешь вот такую паровую станцию, как она там правильно называется, ну, вот эта штука, которую я показывала, ты можешь зарегистрироваться в клубе и в течение 30 дней тестировать. Если тебя что-то не устроит, то можешь вернуть. Меня на всякий случай зарегистрировали, но мне понравилось то, что я увидела, поэтому надеюсь, что мне не придется возиться туда-сюда-обратно, тем более хранить коробку, там, все документы, чтобы были на месте. Я не люблю такую вознюк. Если уж собираюсь что-то покупать, то рассчитываю, что раз и надолго. Сейчас едем домой. Еле нашла резиновые сапоги. Выкупили все. Я понимаю, что у нас... Мужик так на меня смотрит. Мне до сих пор так непривычно снимать где-то в городе. И, я не знаю, это настолько дико, когда кто-то снимается. Ну, ладно, постараюсь не обращать внимания. У нас выкупили все детские резиновые сапоги. В одном лишь магазине я нашла нужный размер. А почему я покупаю новые? Потому что Игнат протер. Представляете? В подошве дырка. И они промокают. Я думала, там, маленькие. Мама, мне нужны новые эти резиновые сапоги. Говорю, что случилось? Вон, дырка, дырка. Какая дырка? Думаю, о чем она вообще смотрела? Там реально протертая дырка. Вот что значит активный ребенок. Я думаю, что с Микусей мы сегодня особо не погуляем. Так что третий ребенок сидит, ждет меня дома с Томиком. Ну, может, он ее на чуть-чуть вывел. Прям очень-очень сильный дождь. Я даже под зонтом умудрилась намокнуть. Вот это Игнаша обрадуется. Я ему обещала сегодня после школы поехать за новыми резиновыми сапогами. Он у нас такой модник. И сейчас начали появляться модели, которые немножко утепленные внутри. Поэтому еще более комфортно будет. Я так полагаю, что это типа собственный бренд магазина. Ну, вот так написано. Я думаю, что без разницы, что убивать. И у Захарчика есть похожие. Бррр, как холодно. Сейчас пойду переоденусь в теплые, уютные спортивные костюмы. Будем распаковывать. Также была акция, что при покупке буквально любого артикула, второй за 50%. И из техники мне больше ничего не нужно было. Но зато формочки я присмотрела классные. От них ничего не прилипает. Размеры удачные. Я не знаю, почему в форме языке перестала работать такая застежка. То есть я ее как бы застегиваю. Она раз и отпускает. И когда что-то жидкое, она начинает вытекать. В общем, ерунда какая-то. Поэтому купила эту. Еще также у меня есть для кексов, но обычная. А вторая вот такая. Мне показалось, что для кексов будет очень удобно. У меня есть форма поменьше. Она также не расстегивается. И кто забыл о рецепте бананового хлебушка с шоколадом, самое время вспомнить. А я планирую сделать морковный пирог. Ну что, я пойду переоденусь и будем с вами тестировать. Я реально не ожидала. Я ненавижу собирать вот все эти конструкторы. Почему нельзя просто купить что-то? Блин. Какой-то устрашающей инструкции я пока что не нашла. Поэтому нет. Я беру свои слова обратно. Один, два, три. То, что вы сейчас видите, это буквально мои страдания. Я довольно усидчивый человек. Я могу вышивать, я могу что-то там монотонно делать. Но вот именно собирать что-то по инструкции это абсолютно не мое. И я берусь за работу только в том случае, когда мне что-то срочно нужно. Когда припечет, как было в этот день. Томак предложил мне помочь вечером. Но вы же знаете, иногда бывает такое, что здесь и сейчас необходимо. Вот надо. И я за это поплатилась своими нервными клетками. Слава богу, что мне не приходится по жизни этим заниматься. Потому что это не просто не в кайф, а в ущерб психологическому здоровью. Сама по себе конструкция, но не то, чтобы прям вообще такая прочная. Я думаю, что она выдержит много-много глажек. Но иногда вот бывают такие достойные, добротные вещи. Это так себе. Регулируется высота. Вы можете все настроить под себя. И также вы можете поставить гладильную часть в таком положении, как вам удобнее всего. Так, где-то я продевала. Что это крепится? На голову это крепится. Пахнет жареным. Надеюсь, все окей. Дабы избежать нецензурной лексики в дальнейшем на моем канале, хотя бы в этом влоге, я еще раз разобрала все, добавила держатель для самого отваривателя и сложила заново. Я искренне считаю, что такие вещи должны продаваться в сложенном виде. Правда, я не переношу собирать, но я рассчитываю на то, что на качество глажки это никак не повлияет. Это мы с вами проверим. Сейчас принесу рубашку. И если ты меня подведешь, блин, я буду очень-очень злая, правда. У рубашки не глаженной не оказалось, пусть будет футболка. Я думаю, что вы видите, что она только после стирки, не в идеальном разглаженном состоянии. Я без головы, да? О, так, мне кажется, нужно как-то разложить. Она там приспособится. В принципе, неплохо. Чудо, конечно, не произошло. Все само по себе не гладится. Но это вещь, которой нужно однозначно приспособиться. Я хочу сказать, что это только первое впечатление. Я думаю, что дальше будет быстрее и эффективнее. Клево то, что можно сложить эту станцию и запрятать ее. Сейчас покажу, куда. Вот так это все будет стоять. Кстати, положение владельной доски можно менять. Может стоять так, как вы видели, когда я гладила. Или же вертикально. Также можно поставить горизонтально. Весь этот прибор на колесиках, поэтому удобно можно передвинуть. Вот такая история. Буду играться дальше. Пока не разложила, а то потом забуду. Покажу вам мини-покупки из бенетона. Игнашки не хватает всяких кофточек. Именно хлопковых детский сад. Я нашла по хорошим ценам. Но главное, классного качества. Они и не тоненькие. То есть не превратятся в тряпку после стирки. Но и при этом мягкие. Вот это стоило около 10 долларов. Чуть меньше. А вот это и того меньше. Беленькая такая прикольная. А третья, она уже как толстовка, только на замке. С небольшим начосиком, но тоже хлопковым. И без капюшона. Игнат тоже любит такие с карманами. Сколько я за нее заплатила? 69 злотых. Но это меньше, чем 20 долларов. Ну а мои я померяю наверху. Взяла себе вот такой ярко-красный, алый. Это тоненький трикотаж. По составу здесь 45% шерсти и 10% кашемира. Немножечко колется, но терпимо. Зато тепло. И я всегда беру себе размер S. И по длине, если вот так натянуть, то видно, что они не короткие. Вот такой красный и синий, тоже в размере S. И они абсолютно одинаковые. У меня еще с прошлых лет есть светло-серый. Хорошо носится, у меня нет нареканий. История о том, какая Оля блондинка. По-другому не скажешь. В общем, помните, я показывала вам вот этот аромат? Он очень вкусный. Он сладкий, согревающий. То есть это не свежачок, это чисто зимний вариант. Это парфюмированная вода. У меня был пробник вот такой маленький. Мне его дали с какими-то там покупками. И мне он очень понравился. И когда я выбирала онлайн, я глянула, вроде то. Заказала, приехал, ну да, около того. Но не было вот этой земляники, которая мне понравилась. Я прям на себе ощущала какие-то вкуснейшие ягоды. И оказалось, что это одна из последних версий этого аромата. Только более свежая, более именно ягодная. И она тоже сладкая. Она тоже такая вот согревающая. Ну, я смогу ее пользоваться, между прочим, даже весной. Летом, наверное, тяжеловато будет. Но это такая младшая сестра этого аромата, хочется сказать. Или младший брат, потому что аромат это типа он. И вот я еще раз пошла в магазин, еще раз послушала. Но думаю, нет, я так хотела эту землянику. Хотя земляники здесь в нотах как бы нет. Но почему-то на мне он отдает чем-то таким. И я не устояла и купила еще и туалетную воду. Это у меня 30 миллилитров. А аромат, кстати, все версии и даже вечерняя, вот прям мой по настроению. Томак на выходных поехал в магазин и вернулся с Дайсоном. Это пылесос беспроводной. И он сказал, что это одна из новых моделей. Есть еще одна помощнее. Но до этой есть еще штуки 4 послабее или постарее. Честно говоря, я никогда не интересовалась этой темой. И Томаку сказали, что это Мерседес среди пылесосов. И вы тоже говорите, что это просто бомба. В инстаграме было миллион сообщений, что Оль это действительно крутая штука. Выглядит этот пылесос вот так. Он заряжается. И отдельная зарядка сейчас стоит в туалете. Потому что там есть свободная розетка. И также есть еще насадка для более мелких каких-то поверхностей. Или, например, диван. Там можно пропылесосить. Что хотите. Мы, когда первый раз пропылесосили, мы не могли поверить, что у нас так чисто. И это было в субботу. При том, что во вторник была генуборка. Пылесос, на самом деле, очень интуитивный. Не могу сказать, что он прям суперлегкий. Но он точно не относится к категории тяжелых. Очень все интуитивно. И здесь не совсем обычная щетка. Она вот такая как бы велюровая. Девочки писали, что она быстрее изнашивается на плитке. Короче, даже когда нам казалось чисто, он вытягивал столько грязи из дому, что нам стало страшно. И шерсти, и каких-то соринок, непонятно чего. Так что я пошла убираться. Теперь это любимец всей нашей семьи. Как раз наведу порядки. И, слушайте, помните, я вам рассказывала, что у нас была целая система вот этого встроенного пылесоса. Она изначально была в доме, который мы покупали. Мы ничего специально не заказывали. И мне изначально это не нравилось, потому что, ну вот, лежат крошки. Просто, да? Ты начинаешь пылесосить, и он их не убирает. Это вот такая огромная труба у нас, по-моему, 9 метров было. То есть, вот эту байду, представьте, разложить, вообще принести, отнести. Тебе нужно убрать какие-то маленькие крошки. Потом подключаешь. Это все нужно где-то хранить. Одна труба без системы, такая длинная, стоит. Мы платили 400 евро. То есть, я думаю, что в общей сложности это довольно дорогое удовольствие. Но самое противное в том, что, возможно, у нас какая-то такая мощность. Потому что пылесосы в Польше, в принципе, не такие мощные, как в Украине. Это все там связано с экологией и так далее. И, короче, ты хочешь убрать какую-то мелочь, а вот эта вся встроенная система не тянет. И мы уже думали, что с этим сделать. Но жалко, чтобы это стояло, пропадало. В конечном итоге я вижу, что Тома психанул, так психанул. Приехал с Дайсоном. Теперь убираемся все по два раза в день. И каждый раз столько мусора. Просто, знаете, пребываешь в шоке от того, что, оказывается, ты в этом живешь. Оказывается, ты этим дышишь. А вы мне постоянно пишите, что, Оля, у вас так чисто, у вас так чисто. Вот оказывается, что нет предела совершенству. Микунька, ну что, ты просилась на улицу? Просилась, просилась. Ты намокла. Лапа. Ну что тебе там надо было, а? Косточку грызла свою? Нашла ты косточку свою. Что? Ты мой моклый плюсовый медведь. Теперь будешь вылизываться три часа. Ну, сама ж напросилась. Льет целый день, просто не переставая. Какая-то катастрофа у нас. Видишь, Мико? Потоп. Причем, знаете, это не смешно. Реально такое может произойти в Польше. Я даже не видела, что есть дополнительные насадки. Это, наверное, убирает что-то, вот когда прям сильно рассыпалось. Маленькая щеточка, о которой я вам говорила. Мы используем ее для того, чтобы почистить мебель. Куча моих волос, как оказалось. Все выходные тестировали. Есть еще такая маленькая. Пока что не успели ее открыть. И огромная. Тоже нам показалось, что средняя по размеру самая оптимальная. Но она также была в комплекте. Здесь уже не тканевая. Вот такие. Одна пожестче. Щеточка, вторая мягенькая. И загребалка, типа, наверное, мусора. Но на самом деле пылесос очень мощный. Я всегда получала от вас массу вопросов по поводу того, как часто мы убираемся, кто убирается дома, как содержать дом в чистоте и в порядке. Ну, во-первых, не всегда так. А во-вторых, нужно учитывать, что я живу с фанатом чистоты. Сейчас маленькой насадкой почистим диван. Поехали! На самом деле мы каждый день убираемся. Как минимум это сухая уборка. Мы что-то пылесосим. Или если, например, был дождь, и собака бегала туда-сюда, то делаем еще и влажную уборку. Раз в неделю приблизительно я протираю пыль, а генуборка у нас раз в месяц. Ну, когда каждый день что-то делаешь, тут убралась, тут что-то поскладывала, то потом работы на самом деле не так много. Я, честно, не понимаю, как такое возможно. Мы уже пылесосили весь наш диван и комнату. Комнату вообще несколько раз. И снова он собрал пыль. К сожалению или к счастью, мне не дарили этот прибор. Это искреннее мнение. И сори за то, что вы сейчас видите на экране, но я не знаю, как вам можно еще продемонстрировать то, как он работает. Мы сейчас убираемся, заставляем, так сказать, дружка отрабатывать каждую потраченную копейку. Но действительно, мне кажется, что он того реально стоит. А еще у меня есть супердорогой мне подарок, который мне даже жалко надевать. Одна моя зрительница, вот ее ник в инстаграме, она рисует портреты. И моя зрительница нарисовала меня с Микой. Причем это не срисованная фотография. Такой фотки у нас с ней нет. Я восхищаюсь талантом других, когда люди рисуют, поют. Мне это не дано. Знаете, я всегда так с открытым ртом наблюдаю за тем, как кто-то творит. И правда мне очень-очень приятно, что кто-то решил нарисовать меня просто так. Поэтому спасибо тебе большое. Я показывала в инстаграме, многие писали, что это невероятно красивый портрет. А также моя дорогая Микуся. Так вот, девчонки из Кракова, Алина, которая делает ногти, и Диана, которая занимается бровями и ресничками у нее, они сейчас начали делать печать на разных материалах, возможно, даже на разных предметах. Можете заглянуть на их страничку в инстаграме. И я приехала сделать ногти, а они презентовали мне футболку. Мне было настолько приятно, причем они даже специально оставили контакты автора портрета. Так что у меня теперь такое двойное воспоминание. Томак, когда увидел, говорит, Оля, я тоже себе хочу такую футболку. Я еще и Томаку купила. Я заказала у девчонок. У них есть разные размеры. И мне свою жалко носить. Я видела, что Томак уже носит. Приятно так. Сейчас мы с вами будем готовить морковный пирог. Это еще один из моих любимых рецептов. Я рада, что вам также полюбился сливовый пирог. А это тот пирог, который готовится еще быстрее. И также в нем не ощущается морковь. Вот так. Для начала чистим морковь, грамм 400. И также небольшой кусочек имбиря. Если у вас нет свежего, то спокойно можно взять порошок. Я буду измельчать морковь в блендере. Поэтому я предварительно нарезаю ее кусочками. Если вы его не используете, то натирайте морковь на крупной терке. Тем временем разогреваем духовку до 180 градусов. Сначала я измельчаю в блендере грецкие орехи. У меня меньше 100 грамм. Если у вас нет блендера, то можно сложить в какой-то мешочек. Или завернуть их в пищевую пленку. И аккуратно молоточком измельчить. Но не до порошка. До вот такого состояния. Дальше я складываю в блендер морковь. Это очень удобно и быстро. И также не травмирует руки. И прежде чем я туда же отправлю имбирь, я нарезаю его тоненькими пластырями. Чтобы как раз имбирь измельчился больше, чем морковь. Нам не нужны в пироге кусочки имбиря. Мне пришлось сделать озвучку. Потому что в это время я сушила, как Захар читает и исправляла его. И Микуся, конечно же, у меня под ногами. Морально меня поддерживает. Теперь сюда же в блендер я отправляю грецкие орехи. Вы можете взять большую миску и там все смешивать. Берем 4 яйца. Сюда же все разбиваем. Этот пирог замешивается лопаткой в одной миске. Поэтому больше ничего особенного нам не понадобится. Для того, чтобы наш пирог не был сухим, мы добавляем приличное количество растительного масла. У меня подсолнечное 200 грамм. Далее сахар. По рецепту 150 грамм. У меня сладкая морковь. Я всегда беру меньше, чем нужно. То есть грамм 100 на весь пирог. И мука. У меня обычная. И 350 грамм. Кстати, можно обычную муку смешать, например, с рисовой или с кукурузной. Тоже вкусно получается. Конечно же, корица 2 чайных ложечки. Разрыхлитель 2 чайных ложечки с горкой. И около 50 грамм кокосовой стружки. Кокос тоже не особо ощущается в пироге. Но все вместе это очень-очень вкусно. Теперь все перемешиваем. Я даже помогаю своему прибору. Потому что тесто довольно густое и плотное. Не жалеем сил. Нам нужно тщательно перемешать все ингредиенты. Я взяла новую форму. Использовала бумагу для выпечки на дно. Бортики смазала сливочным маслом. И посыпала панировочными сухарями. Так у меня ничего не будет прилипать. Выкладываем наше тесто. Выравниваем все. И отправляем в духовку. Если у вас такая же форма, как у меня. То запекаем минут 50. При обычном режиме. При температуре 180 градусов. Если у вас пониже форма, более плоская. То поглядывайте спустя полчаса, чтобы пирог не подгорел. Я думаю, что минут 40 будет достаточно. Он хорошо поднимается. Он такой ароматный. Вкусный. Снимаю форму. И вуаля. Пирог готов. И вы себе не представляете, как вкусно пахло дома. Даем ему остыть. И уже можно сразу же есть. О, очень вовремя пришел мой заказ из Answer. Когда я говорю заказала, это значит купила. А сейчас небольшая предыстория. Помните, я покупала вот эти кеды из Massimo Dutti? Я вчера их аккуратно помыла. И они, к сожалению, начали расклеиваться. Если посмотреть поближе, то даже вот здесь трескается кожа. Поэтому я планирую как раз. Вот сегодня вечером хотела ехать, вернуть их. И мне сказали в магазине, что мне без проблем еще и отдадут деньги за них. Моя любимая мамочка нашла для меня на Answer, на украинском только. Но дала мне номер артикула. Говорит, Оля, глянь. Красивые кожаные кеды. Такие, как я хотела. Без всяких там надписей. И у нас как раз были скидки. Минус 20% на выходных. И я их заказала. Вот такие. Кстати, они будут потяжелее, чем Massimo. Ну, вот так они выглядят рядом. И кажется, блин, они на меня велики. Мне кажется, что они со стороны немного похожи на Common Projects. Нет? Только те, раз так в 6 дороже. Я уже тоже о них думала. Хотелось просто качественные классные кеды. И вот эти смотрятся лучше, чем Massimo Dutti. И визуально мне показалось, что они больше. Но я забыла о том, что Massimo у меня были в 37-м, а эти в 38-м. Это полный размер. И также не на узкую ногу. Они потяжелее, как я вам сказала. Так болтаются тут у меня веревки. Но смотрятся очень аккуратно. И такие же есть в черном цвете. И так как у нас пока что не очень холодно, я смогу в них успеть походить в этом году. И на следующий год они все еще будут актуальными. Потому что это такая классика. Очень классная. Так что спасибо маме за находку. И тоже оставлю вам название модели внизу в инфобоксе, как всегда. Все, решено. Кеды или как их там? Обзорщик, блин, остаются. Очень аккуратно смотрятся на ножки. И по первым впечатлениям очень даже удобные. Я же вам говорила, что я хочу резиновые сапоги. Теперь я буду профессиональным выгуливателем собак. Еще и стильным по совместительству. Сзади замок. И это уже бренд самого магазина Answer. Они были недорогими. Плюс еще скидка вообще выгодна получилась. Проверим размерчик. Оу, вау, какие крутые. И такие мягкие. Они не дубовые. Очень удобно то, что сзади расстегивается замок. То есть я могу заправить даже широкие какие-то спортивные штаны. По размеру сюда влезет еще и теплый носок. То есть если у вас 37-й, то берите 37-й. Ну а 37,5-38 тоже сойдет. Я все-таки взяла себе 38-й, чтобы наверняка, знаете, чтобы ничего не натирала. Потому что такие сапоги все-таки не подтянутся. Как-то не разойдутся. И не подстроятся под ногу. Теперь смогу гулять. Сколько влезет. Не то, чтобы я сейчас себя как-то ограничивала. Но согласитесь, когда они промокают ноги, ничего не жмет, не трет, то это особое удовольствие. Ну красивое же. Издалека не скажешь, что это резина. Правда? На этом мы с вами будем прощаться. Дети с таким удовольствием лопали вчера пирог после вечерней прогулки с молочком. Кстати, морковь там не особо ощущается. Мне как хрустит так на фоне. Она должна постоянно быть рядом. Вот если внезапно нагрянули гости, вам нужно что-то быстро сообразить. Из простых продуктов, которые, я думаю, у всех есть в холодильнике. Если вы не умеете петь, это то, что всегда получается. Если хочется такого пряного аромата осени и зимы, то обязательно пробуйте. Это не я, это Мика. Я сегодня накрасилась так прям от души, потому что мы вечером едем на ужин с детьми. У нас сегодня семейный праздник. Восемь лет, как мы с Томиком состоим официально в браке. Он привез мне волшебной красоты цветы. Очень-очень необычный оригинальный букет сейчас. Здесь и гортензия, и такие интересные цветы. Я даже не знаю, что это такое, но я не особо сильна в ботанике, как вы уже могли догадаться. И мои любимые веточки, и розы, и зелень. И такой букет наверняка будет стоять долго. Я даже попробую его засушить. Почему бы и нет? Очень красивая композиция. Девчонки из цветочного магазина здесь рядом с нами всегда выдумывают что-то интересное. На этом мы с вами будем прощаться. Всех целую, обнимаю. Пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!